Итак, альфы обзаботятся прекрасными спутниками жизни. У них есть прекрасный автомобиль, они достигли уважения, у них высокий доход и большие возможности. Возможности позитивно влиять на людей, где бы то ни было, в социальной работе, благотворительных акциях, наставничестве, проведении тренингов и так далее. Если вы альфа-сетевик, человек, который способен организовать группу вокруг себя, большую группу людей, вы предлагаете другим некие ценности, и в силу этого ваши последователи безотчетно стремятся к тому, чтобы их имя ассоциировалось с вашим. Это базовая концепция сетевого маркетинга. Альфа-сетевики не должны сами навязываться людям, названивать клиентам и добиваться того, чтобы к ним потянулись люди. Они не должны отвечать на вопросы о своих доходах или кого-либо в чем-либо убеждать. Их бизнес постоянно процветает. И им не однажды приходится ограничивать количество дистрибьюторов, которые они спонсируют или поручают работу с ними одному из членов своей группы. Просто потому, что у них физически не хватает времени работать с таким количеством людей одновременно. Хотели бы вы занять их место? Конечно, хотели бы. На самом деле у вас нет выбора. Успешные предприниматели – это по определению альфы. Предприниматели, относящиеся к категории бета, попросту не жизнеспособны. Просто нет шансов. Два человека альфа и бета делают одни и те же действия, делают одно и то же число презентаций, работают с одним и тем же числом кандидатов, используют одни и те же инструменты и брошюры, говорят одни и те же слова. За одним идут люди, за другим нет. Так что дайте себе время поразмышлять над этой информацией, над тем, какой этап личностного роста проходите вы согласно тому, что вы узнали. Успех нашего бизнеса на 90% определяет наше умонастроение и 10% – это исполнительские навыки. Потому что если вы альфа, а это умонастроение, это все естественным образом позволяет плыть вам в руки, и все препятствия и трудности отступают сами собой. Все это неизбежно приводит нас к вопросу, как стать альфой, как стать альфа-сетевиком. Лучшее, что вы можете сделать – найти ярко выраженных альф и начать им подражать. Общаясь, а затем и становясь альфа-сетевиком, вы приобретете некоторые качества общие для всех людей такого сорта. И сейчас я составлю вам портрет таких людей, ваш будущий портрет. Альфы настроены на то, что у них всего в избытке. Это ключевая концепция успеха. Альфы никогда не отталкиваются от насущих потребностей. У вас нет потребности спонсировать людей. И нет потребности в том, чтобы люди к вам присоединялись. Если вам что-то от этого надо, если вам что-то от кого-то требуется, это значит, что вы перед ними заискиваете и отдаёте им свою силу. А если в сложившейся ситуации сами вы не имеете силы, то вы не альфа-лидер. Правда ведь? Но всякая мысль о потребностях исчезает, если вы исходите из предположения, что у вас всего в избытке. Денег в избытке, дистрибьюторов в избытке, возможностей в избытке и так далее. Если вы живёте с этим ощущением, то не боитесь потери и провалов. Критика вас не заботит. Если вы альфа-лидер, то некоторые беты, чувствующие себя неуверенно, будут возлагать на вас ответственность за свои проблемы. Многие из них недолюбливают успешных людей. А что им ещё остаётся, если они сами не отваживаются взять на себя ответственность за жизненные ситуации, в которых они оказались? Альфа не допускает того, чтобы им мешали такие люди со своими частными мнениями. Вы диктуете условия, но вы не бесчестны. Просто вы действуете в утверждающей манере. Если другие люди хотят быть вашими партнёрами, игра должна вестись на ваших условиях, по вашим правилам. Это ваша так называемая позиция. Также вы должны уметь говорить «нет». Вы знаете, что невозможно удовлетворить интересы каждого, но это для вас не слишком существенно, потому что сами вы живёте с ощущением изобилия. На правах альфы вы даёте вашим партнёрам указания. Так же, как, например, тренер даёт указания футболистам. Вы защищаете и опекаете тех, кто следует за вами. Ваша цель – улучшить жизнь и благосостояние окружающих вас людей. Не потому, что вы чувствуете себя обязанными им, а потому что вы искренне этого хотите. Вы уважаете себя. Поддерживаете свою физическую форму. Одеваетесь со вкусом. Ведёте здоровый образ жизни. Вы берёте на себя определённые риски, в то же время понимая, что на самом деле не существует риска для того, кто постоянно процветает. Как альфа-сетевик, вы компетентны, социально значимы, коммуникабельны, наделены чувством юмора. Занимаете лидирующую позицию, уверены в себе, высоко себя цените и относитесь к жизни играючи. Вы привлекательны. Мужчины альфа раскованы. Посмотрите на агента 007. Плечи у них развернуты. И они всегда выглядят очень хорошо. И глядят своему собеседнику в глаза. Женщины альфы сидят прямо. Не отводят взгляд при разговоре. Движения у них степенные, уверенные. Вы говорите громко и уверенно. Вы умело ведёте разговор. У вас медленная и взвешенная речь. Иногда быстро. Вы не боитесь прервать собеседника при условии, что это вам действительно нужно. Если кандидат, клиент, задаёт бете некие вопросы с подковыркой касательно предлагаемого им продукта или возможности, то беты обычно приходят в расстройство. Занимают оборонительную позицию или оскорбляются. Такие люди обычно начинают заискивать перед клиентом. Как альфа-сетевик. Вы предваряете подобную ситуацию. Или если уж она очевидна, просто игнорируете её. Вы никогда не ищете чего-либо расположения, заканчивая свои реплики словами «Не правда ли?» или «Согласны?» Эти вопросы свидетельствуют о вашем слабоволии. Особенно если ваш голос становится более тонким. Не правда ли? Вы особенно бережно относитесь к самому ценному ресурсу – времени. И не позволяете растрачивать его на тех, кто этого не слишком заслуживает. Итак, сделаем вывод. Из всего сказанного. Привлечение внимания сводится к одной простой вещи – повышение уровня вашей значимости для других людей и для всего мира в целом. Альфы – это люди значимые и значительные. Чем более вы значимы для других людей, тем более вы востребованы в обществе. Чем больше вас ценят, тем больше вы становитесь альфой. Чем больше вы можете дать, тем больше бы альфа. Программа «Альфа-сетевик» разработана для того, чтобы вы смогли сделать этот переход от беты к потенциальной альфе, а от нее к альфе. Это самое полезное путешествие, которое вы когда-либо предпринимали. И самое полезное путешествие, о котором мы с вами поговорим далее. Продолжение следует... Продолжение следует...